следующая тенюшка, которая часто используется это с палетки Essence Crystal Power это вот такая вот беленькая, красивая тенюшка Believe in Miracles она также довольно быстро идет, так как у меня сейчас под летние кофточки очень тепло, еще ярко опять же, те, кто смотрит мои блоги, я реально показываю эту всю косметику это, кстати говоря, был подарочек от Marisha A тенюшка от MAC подарочек от Lery Forever и, конечно, мы еще не сделали сводчик хайлайтера от Essence так, надеюсь, нет упали, слава Богу, закрытые помады вот так вот очень даже такой деликатный кстати говоря, иногда мне хочется более таких желтоватых скажем так, это пускай лежит более желтоватого хайлайтера а иногда мне нравится более белесый хайлайтер на работу, кстати говоря, я использую более белесый хайлайтер но я его в проект не беру так как я знаю, что он у меня и так закончится ну давайте уже закончим пудровыми продуктами это палеточка Jade подарочек от Lery Forever с линейки Valventine называется палеточка Field of Dreams номер 45 я вам покажу сейчас и использование и пустышки одновременно вот у меня есть две тенюшки-пустышки и вот эту, 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 эту девочки тенюшку я пыталась использовать на каждый день но видите, она выглядит розоватой это такая более сереватая это матовая но на глазу она выглядит одинаково блескуче и это не то, что мне хочется поэтому пока что я эту палетку дальше не продолжаю хотя в моем оригинале я хотела вот эти пять тенюшек чтобы были в проекте но пока что она уходит на покой обалденные тенюшки буду продолжать их тестировать можем даже тут вот, кстати говоря, эта тенюшка более шершавая это более мягенькая ну это такой как бы алямат вот видите, она как бы светленькая просто дает вот такую блесиночку я сейчас нашла себе более другую тенюшку но мы ее увидим уже в четвертом апдейте на конец года так, ну и конечно же я вам показываю, показываю все свои пустышки теней куда они ушли они ушли, девочки вот эти румяна честно говоря, они у меня побились так как я умная послушала совета людей которые сказали мне что берут перепрессовку с собой в поездку моя перепрессовка этого не выдержала поэтому мне пришлось как говорится, теперь только дома они у меня падали дважды один раз поездки но они не рассыпались и второй раз дома они просто у меня вывалились на пол и я весь верхний слой сняла как говорится, да а все остальное пошло в мусор вытирала пол я не знаю, девочки, сколько времени от этого всего но здесь палетка оказалась огромной и она мешала на 17 грамм румян то есть вы себе представляете сколько всего обошло теней которые по грамму там полграмма, полтора грамма да, сколько у меня здесь теней вот, совершенно не жалею но моя цель закончить румяна до конца года поэтому я не мешаю новые тени новый замес мы уже сделаем в новом году чтобы уже пустышки пошли в новый год да, тенюшек а то как-то странно мы списываем пустышки в этом году а продуктом еще получается продолжаем пользоваться целый год хочу сам еще здесь добавить два продукта для губ эта помадка у меня от Clinique очень красивый цвет это название Love Pop в номере 13 девочки, обожаю эту помаду за ее непонятный цвет реально непонятный то ли он бордоватый то ли сероватый то ли какой обожаю эту помаду но почему я ее беру во-первых, малышек проще заканчивать видите, вот она у меня даже тут отмечена а во-вторых, девочки потому что я хочу сократить свою коллекцию люкс очень-очень хочу сократить свою коллекцию люкс вот, кстати говоря мы можем посмотреть Clinique Love Pop где она раз, два, три с половиной клеточки а еще будет продукт вовнутрь и это я вам скажу с какого года это у меня и зеленым цветом это у меня был 22 год то есть это с 22 года она у меня, как говорится в проекте и хочу добавить еще одну малютку это от фирмы от фирмы KIKO в номере 02 с линейки Power Power мини липстик и то, что там написано очень классная прикольная вкусная помадка смотрите, какая красотка тоже я, честно говоря ну, как бы это не KIKO это не люкс но они у нас стоят довольно дорого и опять же беру, во-первых мне нравится цвет во-вторых мне нравится размер помады что-то реально это закончить и в третьих опять я рассказываю что я хочу сократить чем побольше помад которые стоят дорого почему-то у меня вот такое вот желание да, многие их берегут а у меня все наоборот входим на карандаши первым карандашик у меня не вглазный такой проект карандашик от JADE так как я его не замеряла JADE INTENSE вот есть в номере 109 вот так он классно выглядит под не очень вкусной помадой я делала подложку упс и девочки к сожалению он тут постоянно у меня ломался и он был огромный те кто смотрел мои первые ролики видели он просто был огромный он классно работает вот последнее время слава богу у меня вкусные помады поэтому мне нет необходимости его под низ класть но сейчас я нашла помадки под которыми нужен будет карандашик следующий карандашик это от Mark Avon название Rich Cooper девочки я его проталкиваю поэтому мы его замерить также не можем но почему я его внесла в проект потому что когда я его выдвигала были маленькие кусочки которые у меня здесь отламывались и я потом красилась отдельно и решила его внести в проект то есть потихонечку да не торопясь не навязчиво давайте наверное посмотрим на моих тройняшек от JADE моих старичков сирененький мой карандаш который почему-то начал ломаться следующий мой коричневый старичок причем девочки грифель здесь вообще выскакивает то есть я крашусь им очень осторожно то есть открываю для того чтобы не потерять этот грифель он там у меня внутри синий карандаш почему-то у меня его здесь больше всего потому что у меня есть уже намного круче карандаши но все-таки у меня с этими карандашами классная память хорошие воспоминания и я не хочу их как говорится выбрасывать но честно говоря я сегодня проверила по своим записям девочки вот моя тетрадочка которая у меня идет с 2022 года только как зеленый цвет 23 у меня был красный и 24-й и вот у меня GD коричневый как вы видите на пол клеточки израсходовалось синий вот тоже вот буквально пол клеточки и сиреневый еще меньше мне кажется то есть вот смотрите я стараюсь ими пользоваться и я вам сейчас расскажу как я придумала для себя лайфхак из-за того что получается что эти карандаши старенькие им уже больше 20 лет по секрету бывает такое знаете как когда сухая погода не очень хорошо красит я придумала лайфхак я взяла свой карандаш Кадэвис причем девочки нашла этот лайфхак случайно кстати говоря я сегодня его поточила и когда мерила кусочек обломался поэтому уже не стала точить перед роликом чтобы показать вам как есть я беру наслаиваю вот этот карандаш но тут я сделала сильно вот так вот провожу по глазу да сейчас вам кстати покажу сколько это потом я беру любой другой и сверху украшу и получается смотрите во-первых он красит намного жирнее во-вторых он намного ярче получается и не важно или это синий карандаш или это сиреневый или это коричневый я это делаю на все смотрите вот сейчас так легонечко сделаем что имели представление и реально классно красит смотрите сиреневого изнутри из-под низу не видно но мои карандаши от Jade или любые другие сухие карандаши смотрите как преображаются сразу смотрите какой красивый синий становится да и получается на руке проще рисовать так когда у нас как бы более твердая кожа но на глазу этот лайфхак реально работает моя подружка Алюнушка проверила и сказала что да это классно и она теперь использует свои бежевые такие светлые карандаши как подложку для более темных карандашей и она сказала Аня это реально классно следующий мой карандаш также от Davis в номере 23 вот это все что от него осталось кстати говоря я его хотела по-моему использовать как помаду но пока что он лежит сейчас я вам покажу насколько это сократилось карандашик от Davis номере 04 уже зелененький вот светлую сторону я буду использовать потом так же я рада что я нашла себе предназначение для этого и темной стороной как бы пользовалась больше да вот видно что темная сторона у меня уходит все время больше так я пользуюсь темными тенями я люблю глазки поярче и вот мой списочек значит вот Davis светлый смотрите видите сразу видно что я его использую как подложку он у меня ушел аж на целых две клетки но это не сначала года это можно сказать еще с 2022 года смотрите как много следующий Davis вот это светлая сторона сирененький на пол клетки окей мало пользовалась и зеленые карандаши вот Davis зеленый без изменения и Davis темный тоже без изменения да девочки перемирила еще раз из-за того что они такие толстые получается пользуются часто а на бумаге изменений ноль и кстати говоря что я сегодня обнаружила я даже не помнила что я этот карандаш у себя отметила и карандашик мой зеленый от Rimmel сейчас я вам его покажу оказываю его также записала в 22 году но и ни разу его нет вот ну только один раз в 23 году у меня было изменение на полу клеточки считайте с начала 23 года у меня всего ушла клетка клетка девочки а я им пользуюсь черти знает сколько времени вот этот вот мой карандаш от Rimmel номер 03 называется Jungle Green вы себе не представляете вот если вы видите моим зеленые макияжи это я только с ним стрелки я делаю только им вот таким болотным и я в шоке от того что он у меня вообще никак не двигается а почему потому что он очень очень жирный он моментально отдает свой цвет он моментально отдает свою красоту и получается что к сожалению ноль продвижения на бумаге как это обидно ну девочки и переходим на пустышки третьего апдейта на мои помадные пустышки с сестричек мак первая это Velvet Teddy я ее полностью закончила в своих пустышках обычных я рассказывала сколько здесь было еще вовнутрь использований следующая пустышка это от тоже мак Sea Share также использовала на нет до самого конца все вот эти вот использования я также считаю этим я себя как бы подбадриваю также заканчиваю продукты помадка от Ariflame с линейки Pure Color от названия Soft Caramel 211-56.1 также использовала до самого конца эта помадка уже старушка у меня очень очень давно в моей коллекции ну и как вы видите отлично отлично она у меня пошла на использование помадка от моей любимой фирмы Caroline номер 909 также она была у меня в проекте несколько лет также вот видите на самое-самое нет использовала причем там старалась и помадка от Maybelline названиями Снежность номер 175 также использовала она нет вот под эту помаду я делала и карандаш и сверху вот этот вот шейкер и ура-ура у меня получилось их закончить и вроде бы все девочки и зрители моего канала значит в этом апдейте у меня закончилось 5 помад и 2 тенюшки чуть-чуть не хватило до хайлайтера но опять же вам говорю я пользуюсь всем в кайф и того всего мы можем посмотреть у меня здесь получилось 7 продуктов у меня закончилось 44 продукта на сегодняшний момент и у нас еще с вами 3 месяца впереди за эти 3 месяца моя цель закончить помадку от MAC TWEK закончить шейкер от Lancome и закончить помадку домашнюю от Faberlic и взять новую помаду которую сейчас я вам не показывала так я еще не решила какая помадка пойдет у меня новая в проект как домашняя эти 2 помадки я сомневаюсь что смогу закончить за 3 месяца и так же KIKO и KLYNIK и этот блеск я тоже маловероятно что у меня закончится за 3 месяца но моя цель продолжать забивать карандашики от Jade продолжать добивать карандашик от Davis и все остальное как получится и конечно же самодельные румяшки конечно же конечно самодельные румяшки пишите пожалуйста в комментариях что вы считаете как вам мой проект много мало недостаточно кстати говоря вот чем бы я хотела да to summarize my video чем я бы хотела закончить мой ролик и сказать то что многие девочки делают правильно что они берут в проект не нелюбимую косметику а наоборот любимую ту которая не часто пользуется и поэтому у них она идет в расход много этих ах я ее дороже они но я их в проект не внесла так на что я и так знаю что я их закончу и это неправильно мне кажется что в следующем году я возьму в проект именно продукты которые я пользуюсь на каждый день и тогда мы сами увидим сколько вам будет постышек за год всего. А так я вам здесь показываю проект. У меня есть еще отдельные продукты, которые не вошли в проект, как ароматы, другие карандаши, другой хайлайтер, другие тенюшки, которыми я пользуюсь, но они не в проекте. Поэтому я думаю, что на следующий год я немножечко переделаю свой проект и возьму только продукты, которые у меня получаются в частном использовании. Так как в этом году вот это был мой список в этом году, синим. У меня было 71 продукт и смотрите сколько еще теней я добирала. 14 от Lovell, 15 от Dudu Girl. Потом я добавила еще один бальзам. О, кстати, где мой бальзам? Бонус для тех, кто досмотрел мой ролик, можно так сказать, до конца. У меня плюс еще одна пустышка. Бальзам для губ. Это народные рецепты. Какао, масло и молочко. Почему-то я его бросила в пустышки годы. Я совершенно забыла, что это у меня так же участвует и в проекте закончить. Поэтому получается у меня на одну пустышку больше. И конец третьего апдейта, девочки, у меня получилось 43 пустышки. Если я брала в начале 71 продукт, сейчас мы посмотрим. Давайте посчитаем. 71 плюс 14 теней. Вот я брала сверху. Плюс 15 теней. Это еще плюс 1 бальзам. Это вышло 101 продукт. Значит, 101 продукт, минус 43 пустышки. У меня еще остается 58 продуктов. Как бы надо закончить, да, до конца года. 58. Но я вам хочу сказать, что в том году я закончила всего 54 пустышки за весь год. У меня было 54 за весь год. А у меня на третий апдейт уже 43 пустышки. Поэтому я считаю, что у меня есть еще шанс добить, да, получается, еще, считайте, 11 продуктов. И я сравняю с прошлым годом. То есть, мне надо поднажать на помадки. Так как это единственное, что у меня, в принципе, может быстро закончиться. Так как сухие продукты у меня заканчиваются очень-очень медленно. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что у вас расходуется быстро, что медленно, ведете ли вы проект закончить. Обязательно перейду к вам на канал, полайкаю, посмотрю, прокомментирую. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok